Антонас, в этом году страны Балтии отмечают юбилей 20 лет с момента вступления Литвы, Латвии, Эстонии в Европейский Союз и НАТО. Вы в те годы возглавляли делегацию и вели переговоры о вступлении Литвы в Европейский Союз. Скажите, какие вызовы в тот момент казались вам самыми сложными и легко, или насколько трудно их было преодолевать тогда? Вы знаете, это 2000 год. Если говорить про Россию, уточню, я руководил и координировал тоже переговоры о преступлении в НАТО. Также две самые важные мои подписи – это присоединение к Вашингтонскому договору, и второе – это договор о преступлении в Универопейской, в которой тоже мы имели очень сложные переговоры рядом с общим контекстом. Еще две очень большие проблемы у нас были – это Шенгенский, Шенген и транзит российский в Калининград из Калининграда и Игнолинская атомная станция. Но, знаете, сначала, когда пригласили в 1997 году, тогда Эстонию пригласили, пригласили Польшу, Чехию, и мы начали переговоры только в 2000 году. Но мы так двинулись вперед мощно и хорошо скоординированно, что потом провозгласили, что будет принцип «Биг Бэнг» – большая волна, большой удар. Не знаю, когда все те, кто начал переговоры и успешно кончил, все вместе мы догнали и Эстонию, и Польшу, и Чехию, и так далее, и так далее. Так что было очень просто, с одной стороны, и очень сложно, с другой стороны. И просто поэтому, что если насчет НАТО, летом 2000 года еще были дискуссии, книги или пушки, масло или пушки, были протесты, что нам не надо, и очень даже серьезные такие лидеры общественного мнения выступали в очень разных контекстах, так, с унией и европейской. В Китовской республике, вы имеете в виду, были выступления, начали протестные голоса и против Евросоюза, и против НАТО. Нет, против Евросоюза – это, скорее всего, такое недоверие сельского населения. И я помню, был очень такой шумный митинг тут в Дворце спорта совсем рядом, где мы говорим, когда 5000 собралось очень злых крестьян. И мы сбросали, сказали, у меня есть фото дома, мы сидим в этом зале, такие у нас хмурые, печальные лица, а тут вокруг вот эти крестьяне, и такой лейтмотив ихний, когда они выступали, говорили, мы ходили на трибуны, выступали, было, что никто нам никогда ничего не дал и не даст. Евросоюз нам отнимет последние штаны. Для нас была большая проблема. Мы понимали, что различия в уровнях, различия в аттракционности и привлекательности, скажем так, рынка труда, не знаю, как оказалось и в Британии, и в Испании, где-нибудь, конечно, будет решать то, что мы потеряем много людей, но они не в Сибирь, они ехали свободно там, где им хотелось, и сейчас они начинают возвращаться. А тогда еще была проблема, что в некоторых этих странах уже нелегальная наша иммиграция была очень большая, они не могли нигде обращаться, и разного рода тоже литовские бандиты там, их как бы контролировали и терроризировали. Очень скоро все поняли, что шаг за шагом мы приступили, первое, что возможность передвигаться, второе, открывается рынок, возможно продавать, третье, вы получаете большие суммы для вашего сельского хозяйства, чтобы развиваться, и все в сумме. Мы сумели объяснить, и под самый конец уже с общественностью был отлично, а с партиями политическими, но такого комфорта, какой имели тогда мы, сейчас никто не имеет. Единое мнение. От самого правого крыла до самого левого крыла, там, но не помню, чтобы серьезная какая-нибудь партия выступала бы против НАТО или против Евросоюза. Литва, я думаю, она очень рано поняла, где мы очень последовательно все делали, провозгласили независимость, пытались договориться и договорились о выводе войск. С российской генерацией? Российских советов, тогда российских уже, да, в ноябре, извиняюсь, и 1 сентября 1993 года войск уже не было, они уехали раньше, чем из Польши, чем из Латвии, чем из Эстонии. Там с Крундой проблемы были, в Латвии, вы знаете, Эстония свои проблемы имели, Клинтон там даже некоторую сумму переводил россиянам, чтобы они могли там отстроить вместо Скурунды что-то свое. Ну, а мы тут уже не имели, и это очень интересно, потому что Ельцин не подписал договор о выводе войск. Но был только график о выводе. И 93-й год для России такой переломный, вы помните, что творилось под конец 93-го года в Москве, когда в Парламед, в Белый дом стреляли и так далее. И в это время Павел Грачев, министр обороны России, и наш Будькевичус, они без договора, но по графику вывода, был составлен график, подтвержденный обоими министрами. Они сделали свое дело и вывели войско. И сразу же в январе 94-го года Бразаускас написал письмо генеральному секретарю НАТО Вернеру, что мы хотим в НАТО, и декларировал очень ясно. Что касается вступления в НАТО, сегодня мы много слышим от российского руководства, что страны Балтии якобы не должны были вступать в НАТО, что Восточная Европа в целом не должна была становиться частью Североатлантического альянса. Вы в тот момент были министром иностранных дел. Какова была позиция России по вопросу вступления стран Балтии в НАТО? Были ли упреки? Были ли протесты? Ну, была интенсивная дипломатия, чтобы заблокировать. Были предложения еще во время президента Ельцина о общих гарантиях НАТО и России этому региону. Но тут я могу сослаться еще на Путина. В апреле, 1 апреля, такая интересная дата 2001 года, президент Адам Кус приехал в Кремль, и состоялась длительная беседа сначала тет-а-тет, потом делегации. Это был государственный визит, по-моему, единственный своего рода за всю историю вообще наших российско-литовских отношений. И тогда Путин сказал две вещи. Относительно Евросоюза мы не имеем никаких возражений. Я думаю, что мы можем этим вместе, совместно иметь очень положительные эффекты. И вы, и мы тут все в порядке. Но зачем вам в НАТО? Мы, конечно, не понимаем ваше стремление в НАТО. Никто вам не угрожает. Но, тем не менее, если вы уж захотели, и так туда, не сказал, рвете или прете, но так туда идете интенсивно, то, конечно, мы ничего не можем сделать. Это мы оценили как согласие. Я часто люблю говорить, что мы не знаем, где бы была Литва, если бы она не вступила бы в НАТО и в Евросоюз. Но мы знаем, где сейчас находятся те наши друзья по соцлагерю, которые не вступили. У всех большие проблемы, но с небольшими исключениями. И большие компликации. Даже без исключений. Даже в Азербайджане тоже нет демократии и большие проблемы. Так что, как есть, знаете, фадо, такой стиль песни в Португалии, когда моряки уезжали и гибли, женщины поют как бы, такие ностальгические песни, как бы хорошо они жили, если бы эти мужья не умели. Такая альтернативная история. Так, наша история очень хорошая. Мы все достигли. И вот эта фада, если петь, как бы было нам плохо, мы можем только петь, если бы мы не сделали вот этого, то, что мы его сделали, 20-летие чего мы сейчас празднуем, имея в виду вот наше преступление в НАТО и Евросоюз. В НАТО сейчас активно стремятся бывшие страны советского пространства, страны постсоветского пространства. Это не только Украина, но и Молдова, Грузия, частично Армения тоже заявляет о своих амбициях. На ваш взгляд, каковы их реальные шансы? Ну, здесь в первую очередь, наверное, нужно сказать об Украине, которая очень четко демонстрирует свою готовность и желание вступить как в Евросоюз, так и в НАТО. Я думаю, что для Украины шансы большие, но не думаю, что пока идет война, как острая фаза войны, самая малая, никто не будет принимать большие-большие проблемы, могут возникнуть тоже, как относиться к интерпретировать условия Вашингтонского договора. Но НАТО должно понимать что Украина как раз защищает вот эти все государства НАТО. В декабре 2021 года, когда российский МИД выслал эти два ультиматума, мы все помним один, ну, договора о безопасности. Один для Соединенных Штатов, другой для НАТО. Мы тогда думали, что они шутят, их отбросили и говорили все, что с такими силами, которые там уже собраны на границе с Украиной, невозможно, что они будут нападать. Только дураки могут нападать с такими силами. Они оказались, извините, дураками. Сейчас они объявляют о взятии каждого телеграфного столба там или каждого какого-то маленького поселка как большую победу, но так нигде и не продвинулись. А где продвинулись, были отброшены. Но, тем не менее, сотни и десятки тысяч людей, в том числе и мирных, погибают каждый день. Так что, отвечая уже четко на ваш вопрос, тот, за эти вот сколько, 75 лет летом в Вашингтоне будем праздновать НАТО, так никто и не попробовал испытать пятую статью Вашингтонского договора. Мы не знаем, как будет, если тут тоже много спекуляций есть, будут защищать, не будут защищать они Бальтийские республики. Но я знаю четко, пока ни один оппонент или враг не испробовал это. Молдова, я думаю, будет в НАТО, но тоже есть компликации. Я всегда Кипр. Вспоминаю, когда принимали Кипр в Евросоюз, тогда приняли весь Кипр в Евросоюз. Но Ки-коммунитер и европейское право действуют только на неокопированной стороне Кипра. Так что, возможно, будут в отношении и других наших европейских организаций, и других государств, похожие какие-то решения. Но пока Россия тут очень успешно намешала везде. И вот это все разобрать займет время, она нисколько не сомневается. Все, кто хотят быть в этом безопасном пространстве, все будут. Вы, будучи министром иностранных дел Литвы, работали и с главой МИД России Сергеем Лавровым, и с Владимиром Путиным. Скажите, пожалуйста, вот те представители российского руководства в начале 2000-х, и они же сегодня, поскольку они сохраняют свои посты, могли ли вы себе тогда представить, что Владимир Путин, Сергей Лавров, в версии 2000-х годов станут теми, кем они стали впоследствии. Я начал как министр работать с Игорем Ивановым. Был министром предшественника Сергея Лаврова. Потом встречались и использовали, конечно, такие площадки, как Нью-Йорк, Генеральная ассамблея, всегда это двусторонняя встреча. Присутствовал Лавров, очень интеллигентный посол, и очень остроумный человек, мы посмеяться любили все, и анекдоты. В общем, пространстве было там тоже таких, но ментальных очень пунктов, которые соприкасались, хотя мы уже двигались в другую ментальность немножко. А, как оказывается, Россия совсем в другую ментальность двигалась. Но Путин, я не могу говорить, вот эта встреча, вот этот визит, он был такой, как бы, твердый, решительный, но и осторожный, но и такой мягкий. Но я мало с ним общался, но я приезжал тоже, они в Нью-Йорк видели, пожимали там руки, но эти эпизоды только. Но так, как я следил, так и Медведев, и президент и премьер, эта трансформация вообще ужасная. Ну, такое, я думал, что он убежденный либерал, и воспитанный человек, любит рок-музыку, европейский, что он сейчас несет ужасно. И очень жалко, что господин Лавров, ну, вообще непонятно, я не понимаю, как у них выдерживают нервы нести такую чушь, и смело сидеть, и смотреть куда-то, куда-то в глаза. Ну, а Путин, Путин, он, по-моему, этот перелом был 2007 год. Они как-то не понимают все, что в этом глобальном мире, мире мировой торговли, мировых ресурсов, максимального разделения труда и так далее, мы все думали, что войн уже невозможный, но появились люди, которые сказали, вот Ялта была, надо вернуться к постановлениям Ялты, надо новую Ялту делать, Вы имеете в виду, что их элиты хотели бы вернуть мировой порядок к 20-му, даже к 19-му веку, Венский конгресс, большие державы? Нет, ну, Венский конгресс, может, нет, но Ялта, где они вот сели, поделили, Совет Безопасности, но это выросло из предложения Рузвельта четырех полицейских, который потом стал Советом Безопасности, который уже перестарел, мы говорим, что либерум вето разрушило литовско-польское государство, сейчас либерум вето разрушило Совет Безопасности Объединенных Наций, и, возможно, либерум вето разрушит Евросоюз, потому что не в силах, не может из-за этого принимать быстрые решения, но тут тоже очень сложные переговоры будут, и они думают, что кто-то может сесть, как Александр, вы сказали, в 812 год, Венский конгресс, или решить Святой Союз какой-то, а мне Кантализа Райс несколько раз говорила, что они, и Путин ей говорил, и Медведев, вы снимите этого, не знаю, грузинского президента, вы снимите этого, как бы Америка, Соединенные Штаты Америки могут вот этого снять, они убеждены, кто-то мне говорил, что Путин очень любит карточный домик, сериал американский, вам известно, и думает, что политика как раз тут так и делается. Я сейчас не представляю, какие вообще будут отношения России с Западом. После вот всего этого, что оно, конечно, они сами уже начинают понимать и у Соловьева, там, у Киселевых, все говорят, что украинцы нас будут там десятилетиями, сотнями лет ненавидеть. Это правда. Я помню, у нас с поляками из-за Вильниса был спор, вот там отношения очень мягкие, очень мало кто погиб, мы на пальцах можем считать. Но это такие раны остаются и так долго, что тут я представляю, я не представляю, как вот такое, такая ситуация потом может стать какими-то нормальными отношениями. При Путине НАТО расширилась до рекордных пределов, получается, вопреки политике протестов. на юге полный провал для России, на востоке полный провал, и Россия падает в зависимость, в зависимость от Китая полную. Я Полевина начинаю вспоминать, или Сорокина, Деня Причника, помните, когда ездят китайской госпоже, как бы налаживать, получить разрешение на какие-то дела в Москве. Европейский суд по правам человека недавно возбудил третье дело против Литовской Республики по поводу возможной тайной тюрьмы ЦРУ. Все эти события происходили тогда, когда вы как раз возглавляли Министерство иностранных дел, поскольку прошло много времени. Скажите, все-таки знали ли вы о том, что эта тюрьма действовала, была ли она или все-таки не была? Я думаю, что четко отвечу, не знал. Но вся логика всказывает на то, что я не был. Слушайте, если мы говорим, ну, Польша признала, что тюрьма есть, Румыния признала. если вы видите, два больших государства, где военные базы, какие-то аэродромы в лесах, где можно тихо приехать. А тут мы имеем маленький аэропорт в центре Вильнюса, где каждого вот этого можно цветами встретить, и все все видят. когда кто-то попробовал тут автоматы купить, была такая акция, привезли тут самолеты. Ну, то все все знали через неделю. Буткевичус потом рассказал на комиссии в парламенте, когда расследовали это. Место, где указана эта тюрьма, это густонаселенное место. Это Антавилей, это 200 метров от 8-ми квартирного дома. Я там живу рядом, я бегаю там, когда я занимаюсь физкультурой, там большие леса, есть где бегать. Ну, так через окна можно следить, кто там приезжает, кто там уезжает. Нету логики в этом, что тут что-то делать. И сколько я читал вот эти аргументы, которые предъявляет суд по правам человека, по-моему, это тот суд рассматривает европейцы, Страсбург и суд по правам человека. Но я там не нахожу юридических доказателей, что там что-то было. Но в мои компетенции не входило знать или не знать. Я могу там какие-то версии высовывать, что с ЧЖВ было очень твердое, хорошее сотрудничество. Были центры науки, центры содействия нашим службам. Скорее всего, наши сказали, что как раз это там и было. Так что, откровенно говоря, главный мой аргумент, я не вижу в этом никакой логики. Это несерьезно и смешно. Что касается внутренней политики, в Литовской Республике сейчас на фоне войны в Украине активно, можно сказать, пересматривают, переосмысливают некоторые страницы прошлого. Один из последних таких примеров это готовность тем рассмотреть вопрос о признании коммунистической партии Литвы преступной организации, преступной организации, поскольку вы в советские годы, как и многие другие политики, состояли в Компартии, были также включены в резерв КГБ. Скажите, каково ваше мнение обо всех этих процессах, которые сегодня... Это естественная политическая борьба. Начнем с резерва КГБ. Это каждый офицер, который кончил институт... А вы были офицером Советской армии? Нет, я кончил военную кафедру в политехническом университете, институт тогда назывался, получил это звание. В какое-то время они отбирали для контрразведки людей, и даже нам не сказали, отобрали, перевели, потом только сказали, что вы переведены в резерв контрразведки. И должны там, если военное положение, если что-то случится, там, по-моему, в Калининградской области было приписание, где я должен явиться. и это все. И комиссия Сейма Литвы, я сам просил ей, она исследовала все эти аргументы, все эти дела, и однозначно сказала, что тут нету никакой коллаборации с КГБ, тут просто как офицер запаса, офицер переведен в резерв КГБ, и нету как бы факта коллаборации, потому что не было никаких, кроме вот этого, что меня перевели, потом сказали, что перевели. Относительно коммунистической партии это тоже так же, но иногда это смешно, про какой период мы говорим. Клеймить партию за то, что в декабре 89-го года она отсоединилась от компартии Советского Союза, выбрала дорогу в независимость, и так хотела шагнуть, что, но испугались все, что еще в недемократических выборах избранный Верховный Совет Литовской Советской Социалистической Республики может провозгласить независимость Литвы, но это, конечно, было бы нонсенсом, и договорили, что давайте сделаем хороший уста закон о выборах, сделаем демократические выборы, и провозгласим независимость. Так такой, вот на этом разломе эта партия выбрала такую дорогу. я знаю, но знаю,